Рад вас приветствовать дорогие друзья, вы на канале Реалистик Пес. Прошедшая выставка Gamescom не только показала геймплей предстоящего eFootball 2022, но она также поделилась анонсом новой футбольной игры, которая в будущем надеется составить конкуренцию eFootball и FIFA. Если вы следите за пабликами вконтакте, среди которых и мой, то вы наверняка знаете, что помимо нынешних футбольных симуляторов разрабатываются еще два новых, один из которых был анонсирован еще задолго до игровой выставки, а другой как раз таки наоборот продемонстрировали на Gamescom. И в сегодняшнем ролике поговорим про их перспективы, как релизы новых проектов могут повлиять на eFootball и FIFA, ну а также как раз поделюсь своим мнением по всему этому поводу, поскольку меня уже неоднократно спрашивали обо всем этом. Но перед тем как мы начнем, убедитесь, что вы поставили лайк под этим роликом, ну а также подписаны на канал с включенным колокольчиком. Ну а мы начинаем. Начнем же с самого интересного проекта на данный момент, а именно так называемом UFL. Интересный факт, спустя несколько дней после анонса у проекта появилась уже личная страничка на википедии, поэтому я без капли угрызения совести возьму часть какой-то информации оттуда. Итак, что же это за фрукт такой? UFL это мультиплатформенный футбольный симулятор от игровой студии Strikers, ну или Strikers, которая в свою очередь базируется в Белоруссии, то есть футсим от наших братьев по бывшему союзу. Именно поэтому в конце анонса некоторые могли расслышать акцент у директора студии. Проект будет распространяться на той же модели, что и eFootball, а именно Free2Play, в то время как слоган игры гласит «Играй бесплатно, играй честно», что уже обнадеживает на то, что в данном футсиме гандикап и прочая хрень не будет присутствовать. По словам разработчиков, игра разрабатывается на движке Unreal Engine аж с 2016 года. И за время разработки они успели наладить контакт с аналитической группой Instat, которая наверняка поможет им с характеристиками игроков, и самой FIFA Pro, которая позволит игре использовать реальные имена футболистов. Ну а также известны два первых партнера данной игры. Первый – это Westcom United, который будет иметь в игре реальную 3D-модель своего стадиона. Ну и в целом логотип, формы и реальные составы. Ну а второй партнер – это западная команда ютуберов под названием Hashtag United. Ну знаете, что-то наподобие того же Ancala. И как нетрудно догадаться, игра будет сделать упор на онлайн составляющую. Пока неизвестно в каком ключе, но разработчики упомянули, что в UFL можно будет создавать свою команду. Но наверняка подразумевается команда из лицензированных игроков для онлайн баталий с другими пользователями. Ну а что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях. Если вам интересно мое мнение по поводу сия проекта, то выглядит это как минимум интересно. Подход белорусских разработчиков к своему творению действительно располагает к этой новинке, и в целом приковывает к ней внимание. Но чтобы полноценно рассуждать о будущем этой игры, стоит дождаться первых новостей и роликов по геймплею, поскольку по скриншотам и продемонстрированному тизерам, все выглядит более-менее неплохо. Но думаю, что все мы понимаем, что это по большей части рендер. Поэтому я бы преждевременно не горел по UFL, и что советую и вам. Теперь же в кредсе расскажу про игру Goals. Это еще один футбольный симулятор, который намеревается составить конкуренцию EFootball и FIFA. Проект позиционируют как ААА игру, то есть игру в которую вложили достаточно средств для ее разработки, ну и впоследствии рекламной кампании. Хотя последний пункт не всегда обязателен. Здесь информация также не густо, и даже еще меньше, чем по UFL. Но заранее уже известно, что в игре не будет гандикапа, игра будет кроссплатформенной и будет распространяться на модели фри-то-плей. По данному проекту сказать что-либо трудно, поскольку воды при его анонсе было еще больше, чем по UFL. Но если вкратце, то один из руководителей игры приводил примеры жесткого гандикапа в FIFA, и в то же время заявлял, что подобного в их игре не будет. Игра планируется как что-то революционное в плане футбольных симуляторов, и вообще все будет здорово. Что же можно сказать по итогу? Появление новых конкурентов на рынке это безусловно здорово, учитывая как все слепо ждут футсим от 2K уже на протяжении лет 5-6. Но в то же время вызывает небольшой скептиз и сомнения итоговое качество этих продуктов. И я не говорю про то, что они будут плохими, нет, а то что их качество будет заметно уступать на фоне той же FIFA и лиги футбол. Но в то же время, вместо этого они могут предложить более располагающий сервис, который учитывает пожелания игроков, и в котором все зависит именно от их скилла. В любом случае, будем ждать, но повторюсь что особых надежд не узлагайте. Как бы не расслабились нынешние гегемоны футсимов, все же до их уровня прочим студиям в этой отрасли пока далековато. Так что отдельно желаем удачи белорусским разработчикам и продолжаем следить за ходом рынка футсимов. Ну а вы дорогие друзья, не забывайте делить свое мнение в комментариях под этим видео, ну а также поддерживайте ролик лайком, если еще этого не сделали. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь первый раз и прожимайте колокольчик для уведомлений. У меня на этом все, всех благодарю за вашу активность и желаю всем удачи. До скорой встречи друзья!